МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Не забудь, в парке Зернова прошел флешмоб, посвященный Дню пропавших детей. 15 лет на страже Родины. 26 мая 2007 года подводной лодке Б-20 присвоили название Саров. Студенты с РФТИ стали призерами Всероссийской олимпиады по физике. Далее расскажем во всем подробно. Смертность растет, а рождаемость падает. Неутешительную статистику озвучил главный врач клинической больницы номер 50, выступая с отчетом на заседании Городской думы. Такая же тенденция прослеживается и в Нижегородской области, и в целом по стране. Максимальная смертность, минимальная рождаемость и естественные убыль населения, вот таких цифр не было. Обратите внимание, что это все за последние два года, 2020 и 2021 год. Что касается причин смерти, на первом месте – болезни системы кровообращения. Причем отмечается рост смертности от инфаркта. Если в 2019-м от него умерли 48 саровчан, 2021-м их было уже 106. Ковид нанес сильный удар системе здравоохранения, была отменена плановая медицинская помощь и профилактические мероприятия в поликлиниках. Отсюда в том числе и рост смертей. В 2021 году присоединились хронические ишемические болезни сердца. А вот здесь тоже интересный момент. Новая коронавирусная инфекция, как системное заболевание, поражает эндотелии сосудов, особенно в органах-мишениях. Это сердце, головной мозг. Поэтому обостряются хронические заболевания, в том числе и хронические ишемические болезни сердца. Затронул Игорь Лошманов и проблему нехватки кадров. КБ-50 своими усилиями успевает восполнять только естественную потерю врачей, но не среднего медперсонала. При наличии собственного медицинского колледжа обеспеченность медсестрами активно снижается. Работаем сейчас на этом направлении. Связываемся с Арзамасским училищем, с Темниковским училищем, с Помцем Нижнего Новгорода, который сейчас тоже проводит обучение среднего персонала. В настоящее время у нас в амбулаторно-поликлинической помощи терапевтов и педиатров 10 человек потребность. Требуются также онкологи, офтальмолог, детский хирург и эндокринолог, травматолог и другие врачи. Со своей стороны у КБ номер 50 разработана целая программа по привлечению молодых специалистов. Для них покупают служебные квартиры. Пока их 20 и все заняты. Но в этом году на средства Росатома закупят еще три. Молодым специалистам выплачивают единовременную премию при переезде, компенсируют съем жилья, если требуется, предоставляют беспроцентную суду на покупку квартиры. Любая узкая специальность получается только через ординатуру. Это два года обучения. Причем целевая ординатура – это ограниченное количество мест. Все остальное – платная ординатура. Я говорю, мы готовы нужных нам специалистов учить за счет средств учреждения. Главный врач также рассказал о предстоящих ремонтах в КБ номер 50. Работы в первой и второй поликлиниках уже идут. Скоро начнутся и в детской. Запланирован ремонт здания инфекционного отделения терапии и туберкулезного корпуса. В прошлом году в КБ номер 50 появились новый компьютерный томограф, аппараты ЭКГ и УЗИ, рентгены и маммограф и другое современное оборудование. Также в ближайшее время планируют приобрести аппаратуру для борьбы с онкозаболеваниями, автолематологический лазер, реанимационную систему для новорожденных и так далее. Кроме того, Игорь Лошманов вручил благодарственные письма за помощь больнице в период пандемии председателю Думы Антона Ульянову и члену молодежной палаты, волонтеру, который помогал с доставкой лекарств Артему Гринину. Самый страшный кошмар родителей, когда их ребенок не возвращается домой. В России в 2021 году поступило более 43 тысяч заявлений на поиск несовершеннолетних. И с учетом прошлых лет, 1086 из них до сих пор не найдены. 25 мая весь мир вспоминал пропавших детей. Памятная акция, которую организовали добровольцы поисково-спасательного отряда «Рысь» прошла и в Сарове. Началось мероприятие с флэш-моба, в котором поисковики разъяснили детям элементарные правила безопасности. Это у нас будет небольшая прогулка по городу такая. Потом у нас будет в свободном режиме игра. Викторина ходилка некая, то есть ребенок отвечает на вопросы, и минимый кубик, он ходит на столько шагов вперед по игре. И можно будет рисовать незабудки. Это символ сегодняшнего дня. Синяя незабудка. Поисками занимаются спасатели, полицейские и волонтеры. В России существует порядка 140 организаций, которые ищут пропавших. В Сарове их несколько, в том числе поисково-спасательный отряд «Рысь». Он образовался в 2019 году в ходе поисков заблудившейся в лесу девочки Зарины Авгоновой. Мы ищем всех в любой возраст, в любое социальное положение, если можно так сказать, в любое время года, в любую погоду, в любое время дня и ночи. Как только заявка поступила, если нужен срочный сбор, мы уезжаем. В основном добровольцам из Саровского отряда приходится искать взрослых людей. Заявки, которые поступают на поиск детей, закрываются очень быстро. В основном дети просто чем-то увлекаются и забывают позвонить родителям. По крайней мере, такая ситуация в нашем городе. Тем не менее, добровольцы «Рыси» советуют не терять бдительность и надеясь на закрытость Сарова. Самое главное, ребенок должен понимать, что родители не контролируют его, а беспокоятся о его безопасности. Нужно быть доверие. Не подчинение, а именно доверие. Тогда родители всегда будут знать, где их дети, и если что-то вдруг случится, будет проще. Уже будет хотя бы направление. Екатерина Пенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Когда Владислав Кочетков поступил в Саровский физико-технический институт, у него сразу была цель – попробовать себя во Всероссийской олимпиаде по физике. После поступления студент начал готовиться к отборочному туру, прорешивал варианты заданий. Зимой из-за сложившейся ситуации с ковидом я думал, что олимпиады уже не будет. Но вот нам сказали, что можно поучаствовать, и я решил попробовать свои силы. Изначально не думал, что получится добиться таких серьезных результатов, потому что все-таки мы первокурсники, а соревноваться нам придется со старшими курсами. Но вот получилось показать себя. Я в принципе рад результатам. В процессе подготовки к олимпиаде ребята решали задачи с высоким уровнем сложности. Занимались и с преподавателем, и индивидуально. В результате в финал олимпиады вышли пять студентов с РФТИ. Четыре из них – это первокурсники. Мы интересуемся, конечно, различными студенческими олимпиадами. И на следующий год мы 100% планируем попробовать свои силы вновь в этой олимпиаде, Всероссийской студенческой олимпиаде студентов, пытаться улучшить результат. Два года студенты Саровского физико-технического института не участвовали во Всероссийской олимпиаде по физике из-за пандемии. В этом году ребята и преподаватели возобновили активную олимпиадную подготовку. И на очном этапе в Москве на базе НИЯУМИФИ сразу же показали высокий результат. Команда из РФТИ заняла почетное второе место. В данной команде подводится в личном первенстве. В личном первенстве присуждается одно первое, одно второе, одно третье место. А также в командном зачете. В командном зачете идут три лучших результата из команды. По результатам выстраивается рейтинг. Игорь Орлов, Владислав Кочетков и Данил Кочетков показали лучшие результаты в олимпиаде и вывели команду с РФТИ в призеры. Третий курсник Игорь Орлов также стал четвертым в личном первенстве. Он набрал 35 баллов. Считаю, что можно было лучше подготовиться, но на третьем курсе достаточно серьезная учебная программа, поэтому времени было немного. Надо было уделять время в том числе основной учебе, не только олимпиаде. Но я считаю, как проверка знаний, которые у меня еще есть с первого-второго курса, олимпиада была хорошим явлением. Победители и призеров в личном и командном зачетах Всероссийской студенческой олимпиады по физике наградили дипломами, планшетами и книгами. Светлана Ярунова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В основном подводные лодки в России носят название в честь субъектов Федерации. Только одно из них, Б-20, присвоено имя нашего закрытого секретного города. Сам корабль – экспериментальная площадка для испытаний новых видов вооружения и техники Министерства обороны. И, конечно, по большому счету, это продолжение и нашей общей работы Федерального авиацентра на благо создания и поддержания ядерного счета нашей Родины. К сожалению, до сегодняшнего дня пока никто из города Сарова там не служит. Но это связано с тем, что не забывайте, лодка экспериментальна, поэтому экипаж подводной лодки сформирован только из мечманов и офицеров. В 2008 году в Сарове создали шефский комитет. 14 раз делегация из нашего города ездила в Северодвинск на встречу с экипажем. И шесть раз экипаж посетил Саров. За это время завязалась крепкая дружба между моряками-подводниками и ветеранами ВМФ, активистами Саровского музея военно-морской славы, где в 2013 году открылась экспозиция, посвященная истории корабля. Мы неоднократно рассказывали и про эти экспонаты, и про макет подлодки, и про горлышко от бутылки, которую разбили о борт, и про туфельки жены капитана. Совсем недавно в музее экипаж подлодки передал иконостас из каюты. Вера православная, как и положено, как и было в нашем императорском флоте, была рядом в любой момент при выполнении боевых задач и практических задач наших моряков. Поэтому все экипажи подводных лодок, а в первую очередь наша экспериментальная подводная лодка, в 2015 году получила так называемый корабельный иконостас. То есть это иконостас, который находится на блатне, изготовлен он был в Сербии. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Во время Великой Отечественной войны Степан Степанович Дуплей пережил нацистскую оккупацию, и его угнали на территорию Германии в качестве раба. Из плена он два раза пытался бежать, но удалось это сделать только на третий раз. После этого Степан Степанович примкнул к советским разведчикам и продолжил войну на фронте. В этом году третьей студенческой конференции «Наши деды ковали победу» решили присудить имя ветерана. На ней студенты делают доклады про своих родственников и рассказывают нам о них. Это по счету третьей конференции. Первая прошла в 2019 году, потом в пандемию она проходила дистанционно, и в этот раз мы собрались в очном режиме. Конференция в Саровском политехническом техникуме проходила совместно с организацией «Дети войны». В начале встречи о Степане Степановиче Дуплее рассказал преподаватель Михаил Савин, а потом студенты первого курса представляли доклады о подвигах своих родственников, которые пережили военные годы. Сегодня, конечно, очень приятно видеть столько ребят в такое тяжелое время, которое сейчас у нас, в этом году. И что ребята помнят про своих дедушек, про бабушек, про дедушек. И сегодня все нам расскажут о том, как воевали они. Студент Максим Семочкин рассказывал на конференции о своем прадеде Иване Ивановиче Семикове. О том, что в его роду есть ветеран, Максим узнал от папы. Я нашел про него информацию в интернете, даже ту, которую не знал мои родственники, бабушка, дедушка и папа. Чтобы эта память сохранялась на долгие года, потому что это все забывается. Студенческие доклады всех трех конференций будут изданы в специальном сборнике. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Все работы сданы, контрольные написаны, оценки поставлены. Через несколько дней начинается долгожданное лето с его лагерями, поездками на море, прогулками до вечера и играми во дворе с друзьями. Учебный год в Центре образования подошел к концу. Каким он был и чем запомнился, вспоминали на торжественной линейке ученики, учителя и все работники школы. Нашел хорошего учителя из новых друзей. Я участвую в олимпиадах и разных акциях. Чем вообще учебный год запомнился? Ну, разными конкурсами, как, например, я рисую мир, жизнь без шока. Очень многие конкурсы мне запомнились. Их я не перечислить. Мне нравится математика и русский язык, потому что их преподает наш любимый учитель. А как учители зовут? Светлана Владимировна Шишкина. На торжественной линейке награды получили ученики, которые достигли больших успехов в учебе. Стали победителями и призерами городских олимпиад по русскому языку и математике, научных школьных конференций и конкурсов. Кроме того, дипломы и грамоты получили ребята, которые принимали активное участие во внеурочной деятельности. В общей сложности на праздники вручили 120 наград. Я была на городской олимпиаде по русскому языку. Проходила олимпиаду дня и стала призером. Мне нравится учиться в школе, потому что здесь хорошие учителя, углубленное обучение и интересные темы. Школа старается дать своим ученикам не только знания. Центр образования воспитывает в детях лучшие качества, патриотизм, любовь к родине, гуманизм и доброту. Для этого в течение года в школе проходят различные экологические и социальные акции. Это в том числе сбор макулатуры, батарейок, пластиковых крышечек. Помощь животным брошенным, это приюты, это день чистоты, экологические акции всероссийского уровня. В этом году мы вступили в добровольческую организацию города Саров, добровольцы Сарова, в которой мы участвовали 20 акций провели в центре образования. В следующем году мы планируем выходить на регион. Все это стало возможным благодаря трудолюбию, вдохновению коллектива учителей, администрации и директора центра образования. Впереди новый учебный год, и школа уже знает, что останавливаться на достигнутом она не будет. Екатерина Пенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов, Служба новостей Саров-24. Выпуск школы номер 7 в этом году немногочисленный. 11 класс заканчивает 14 человек. Нынешними выпускниками школа особенно гордится. Среди них лауреаты различных региональных и всероссийских конкурсов, победители Олимпиад, медалисты. Также часть ребят фактически студенты. После побед на заключительных этапах Всероссийских Олимпиад школьников их без экзаменов зачислили в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга. Я здесь полюбил химию. Благодаря этой школе победил во многих Олимпиадах по химии. Это самое главное воспоминание в этой школе. Я победил в Олимпиаде Российской школы фармацевтов и поступил в ВСПХФУ, Питерский фармацевтический университет. Экологические акции, уроки доброты и многое другое. Большое внимание седьмая школа уделяет не только учебной программе. Многие учителя, как признаются дети, стали за эти годы родными, передавая ученикам частичку души и воспитывая в них лучшие качества. С большой любовью и признательностью отзывались выпускники о своем классном руководителе, учителе английского языка Ирине Дементьевой. Наш классный руководитель очень хороший человек. Она научила нас действительно очень многому, и это непростые слова. Она научила нас, возможно, чему-то банальному, но она научила нас разделять мусор, сортировать его и сдавать макулатуру. А вот у нас была такая акция, мы собирали макулатуру, а потом деньги, вырученные со сбора бумаги, отправляли в приют, в котором, кстати, я тоже теперь являюсь волонтером и помогаю там тоже кошечкам. Я думаю, что вот эта часть добра, которая сейчас у меня есть, это тоже благодаря нашему классному руководителю. В этом году школе исполнилось 30 лет. За плечами учителей немало выпусков, но каждый последний звонок для них как первый. Невозможно привыкнуть к тому, что дети, которые выросли на глазах педагогов, уходят из школы навсегда. Говорят, что когда расстаешься с человеком, то тот, кто уезжает, забирает с собой частичку твое сердце. Поэтому как бы вот не было привычное, рутинное, такого не бывает. То есть с каждым выпуском частица сердца учителя, частица сердца администрации, частица сердца любого работника в школе, она вот забирается, и она как раз у выпускников и присутствует. Так что учительский труд – это очень ответственный труд и требующий большого-большого сердца. Последний звонок – трогательный и грустный праздник не только для педагогов и родителей. Это символ уходящего детства. Последний звонок означает прощание с определенным этапом жизни и встречу с неизведанным и загадочным будущим. Мне вспомнилось очень много всего, и каждый день на самом деле, вот сейчас, по происшествию стольких лет, понимаешь, каждый день был насыщен событиями, и каждый день, даже если казалось бы, это самый обычный день, он все еще остается у тебя в душе, в памяти. Немного грустно. То есть, это грусть, которой я рада, что она вообще появилась в моей жизни. Последний звонок для одиннадцатиклассников прозвенел, ознаменовав собой переход к новому жизненному этапу. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. 26 мая у одиннадцатиклассника Андрея первый экзамен – литература. Конечно, переживание дает о себе знать. Именно сейчас ему хочется как можно больше выучить, прочитать, прорешать и устранить пробелы в знаниях. Хотя времени осталось немного, школьник все-таки старается не поддаваться панике и не впадать в крайности. Андрей Философский подметил, что ЕГЭ – это только один из этапов в жизни одиннадцатиклассников. ЕГЭ – не конец жизни. Это очень важно. Но, во-первых, его можно пересдать. Во-вторых, существует много профессий, куда ты можешь пойти, окончив среднеспециальное образование, или даже не получая высшего образования. Нужно относиться к ЕГЭ абсолютно спокойно, потому что это экзамен, который проверяет твои знания. И если ты учил, скорее всего, ты сдашь хотя бы на минимальный балл. Накануне экзамена можно еще раз пробежаться по основным моментам учебного материала, повторить то, что вызывает трудности. Но вот наверстать упущенное за несколько дней до экзамена вряд ли получится. Плюс это принесет дополнительный стресс. Лучше накануне экзамена немного отдохнуть и настроить себя на позитивный лад. За неделю лучше хорошо поучить. А за день до экзамена я бы советовал не заниматься вообще предметом. Выйти погулять, подышать свежим воздухом, пообщаться с друзьями, настроиться как следует. Нужно понимать то, что если ты не напишешь экзамен, вдруг такое произошло, ничего в твоей жизни такого существенного прям не произойдет. Ты можешь переписать экзамен через год. Как только вы переступите порог аудитории, постарайтесь сосредоточиться только на выполнении экзаменационных заданий, начните с самых простых для вас вопросов, чтобы размяться и оставить побольше времени на решении сложных задач. Не пренебрегайте черновиком. Так вы можете избежать досадной ошибки в бланке. Могут попасться задания, которые ранее как-то не освещались в сборниках, например, или еще где-то. Но все они строятся на одном и том же типаже задач. То есть, если человек до этого как можно больше вариантов прорешал, то я думаю, что ему под силу будет все-таки хоть как-то, но решить задачу. Главное – отгонять от себя негативные мысли и найдите поддержку у друзей и родственников. Их добрые пожелания помогут справиться с волнением и неуверенностью. Аризона, Пухля, Жулик, Ася и Тася. У хвостатых подопечных Мурдома разная судьба. Кому-то из них на долю выпали тяжелые испытания, от которых котики до сих пор не могут оправиться. Каждый из них хочет попасть в любящую и заботливую семью. Но пока кошки и коты ждут в приюте своих будущих хозяев, их общение с людьми сведено к минимуму. Поэтому приют Мурдом ждет всех желающих, кто готов пообщаться и провести время с животными. Люди могут сюда подойти, сначала посмотреть, определиться, потом уже прийти забрать. Либо, например, те же самые экскурсии, которые мы проводим, они также играют большую роль в том, что у нас ребята приходят, им кто-то очень понравился, родителям, потому что ребята у нас приходят с родителями, родителям кто-то очень понравился. Соответственно, они потом приходят и уже забирают это животное. В этом году приют Мурдом стал призером конкурса «Православная инициатива» и выиграл грант на реализацию проекта «Дом, в котором мы живем». В рамках проекта волонтеры приюта проведут ряд городских мероприятий. Одно из них – это школа юного волонтера. Для участия приглашают детей и подростков от 10 до 17 лет. Предполагается проведение теоретических и практических занятий со школьниками. Теория будет включать в себя основы ухода за животными, их правильного кормления, лечения, как за ними ухаживать, как социализировать. Практические занятия, соответственно, будут уже в приюте. То есть ребята уже смогут познакомиться с нашими подопечными. Ряд занятий проведут кинологи из клуба «Акбар» и ветеринары клиники «Свой доктор». Занятия пройдут в воскресные дни в течение лета. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки. Помимо школы юного волонтера предполагается проведение праздника в парке имени Зернова. То есть это будет большой праздник, который также будет посвящен животным. То есть также будет там теоретическая часть выступлений ветврачей, кинологов. Также это будет знакомство с животными приюта. Также проект «Дом, в котором мы живем» включает в себя проведение экскурсий для коллективов школ и детских садов. Часть средств гранта пойдет на закупку кормов и лекарств для кошек. Чтобы записаться в школу юного волонтера или узнать информацию о других мероприятиях приюта, звоните по телефону 8 930 716 88 27. После 16 часов в рабочие дни. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Первый раз в городе Наневе в этом году проходил всероссийский вокально-хоровой конкурс в честь выдающегося деятеля Санкт-Петербурга Станислава Грибкова. На творческом соревновании «Саров» представлял хор детской школы искусств «Капель». Дебютный конкурс стал для саровчан удачным. Жюри присудило юным исполнителям первое место. Конечно, мы оценивали на отличные наши результаты. Дети огромные молодцы, собрались, выдали максимум. Более 70 коллективов вообще во всех номинациях в конкурсе были представлены. В нашей номинации профессиональные исполнители в детской, средней, возрастной категории было более 10 коллективов. Как рассказали хористы, конкурс проходил в дружеской атмосфере. После двух лет в онлайне было радостно наконец-то пообщаться вживую, посмотреть на другие коллективы. Но волнение все равно присутствовало. Когда формат мы прислали видео, мы могли хоть много раз переснять. А когда мы с первого раза, это было очень страшно, все боялись, переживали. Был обычный день, и я сидела в школе. Нам прислали диплом, и мне кажется, вся школа на ушах стояла от того, как восхищались. В этом году хору «Капель» исполняется пять лет. Коллектив неоднократно становился лауреатом различных всероссийских конкурсов. Поездки и выступления сплотили ребят. Как признаются участники «Капели», для них детская школа искусств стала вторым домом. Екатерина Опенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Я расскажу о том, что было в давние времена в избе. Там был гребень, чтобы растяшивать пряжу. Желающие могли на собственном опыте узнать, как жили наши предки и как вели хозяйство. На интерактивной площадке посиделки у печки ребята пробовали поставить в печь горшок с помощью ухвата, поносить на плечах коромысла, расчесать гребнем пряжу и потолочь в ступе. А еще узнали о народных обычаях и приметах. Мне понравилось здесь то, что мне показывали. В рамках тематического года культурного наследия народов России «Библия сумерки-2022» в детской библиотеке имени Пушкина посвятили русским традициям. Мероприятия открыли песнями, танцами, потешками и, конечно, общим дружным хороводом. А потом на целый вечер гости библиотеки погрузились в историю и богатую культуру русского народа. В библиотеке работают площадки самые разные. У нас есть творческие площадки, где можно поучаствовать в мастер-классе. И что-то у нас посвящено народной кукле, матрешкам. Потому что любые вот эти игрушки, о которых мы сегодня детям говорим и мастерим вместе с детьми, в них ведь тоже глубочайший смысл скрыт. То есть если мы говорим о матрешке, то это по сути дела про образ русской семьи. На разных станциях ребята мастерили своими руками, играли в народные забавы и познавательные викторины. Читатели библиотеки рассматривали элементы народного костюма, вспоминали пословицы и поговорки, учились завязывать платок и даже могли примерить на себя русский наряд и сфотографироваться на специальной фотозоне. В праздники с удовольствием участвовали не только ребята, но и их родители. Замечательные мастер-классы для детей. И детям интересны, и взрослым интересны. В общем, очень понравилась. Благодарность огромной работникам библиотеки. Такой нестандартный подход к своей работе. Замечательные люди, замечательные праздники. На протяжении вечера в Пушкинке работала книжная ярмарка, где можно было обменяться книгами, а также кинозал «Мульт Россия». Светлана Ярунова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Алина Тавторкина занималась вокальной студией «Звездопад» 12 лет. А еще два года она посвятила фотографии, фотостудии «Мир». Дворец детского творчества открыл перед Алиной много возможностей. Подарил бесценный опыт, знания, единомышленников и друзей. Сейчас девушка заканчивает школу и параллельно завершает обучение в ДДТ. Я с самого детства хотела стать певицей. Ну и сейчас я понимаю, что, скорее всего, эта мечта малореализуема, но вокал навсегда останется со мной. Это увлечение будет идти со мной по жизни. Я очень благодарна своему педагогу Аверкиной Светлане Алексеевне, потому что мы вместе пережили огромное количество конкурсов, очень много наград было получено. И это прекрасный опыт жизненный. Во Дворце детского творчества 26 выпускников из семи объединений получили свидетельство об окончании дополнительного образования. Все ребята без пяти минут выпускники из общеобразовательных школ, поэтому мероприятие было для них вдвойне волнительным. Своих выпускников поздравили и преподаватели объединений. У вас такое время сейчас, когда вы можете много-много для себя принять, в себя впитать и сделать. Растите над собой, растите выше неба. Я вам желаю удачи и всего самого доброго и сверху. О каждом выпускнике педагоги подготовили краткие рассказы, в которых подчеркнули отличительные и уникальные черты своих воспитанников. А еще ребята отвечали на вопросы ведущих и вытягивали добрые напутственные пожелания. В течение этих лет наши педагоги неформально, от всей души и с открытым сердцем всегда заходили к вам в аудиторию и давали вам знания, передавали свой интересный опыт, который имеют и которым готовы делиться безразмерно. Церемонию вручения свидетельств о дополнительном образовании во Дворце детского творчества завершили общей фотографией. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Фитнес, танцы, вокал, рисование. Освоить новые направления деятельности за один месяц может любой желающий во время летних каникул. Центр внешкольной работы приглашает ребят на краткосрочные программы дополнительного образования на базе клубов по месту жительства. Это будет еще мини-футбол, программа по мини-футболу, это будет настольный теннис, это будет пауэрлифтинг. По расписанию в основном все эти программы будут реализовываться в утренние часы, то есть с девяти и до обеденного времени. Единственное отличие – это пауэрлифтинг, потому что там в основном подростки, молодежь. Они у нас любят утром хорошо поспать, поэтому они приходят во второй половине дня. Также летом стартует уже традиционная и полюбившаяся детворе «Дворовая практика». На семи площадках города педагоги-организаторы и аниматоры будут ждать ребят, чтобы поиграть с ними в спортивные и интеллектуальные игры, пройти квесты и викторины. Мероприятия во дворах пройдут с 15 до 19 часов в будние дни. В рамках проекта «Дворовая практика» Центр внешкольной работы помогает в трудоустройстве несовершеннолетних подростков. В основном это дети, которые в течение года посещали наши клубы, помогали нашим педагогам, знают деятельность нашу от и до, поэтому они сейчас покажут себя. Но это своего рода вознаграждение за их работу в течение года в клубе. Конечно, оплата не очень большая, но тем не менее это мрот. С пользой провести лето могут и взрослые. Проект «Спорт. Норма жизни» нацелен на разные категории населения, от детей до пенсионеров. Совместно с инструкторами на спортивных площадках города можно заниматься различными видами спорта, выполнять физические упражнения с гантелями или на уличных тренажерах. Занятия проводят бесплатно. Это три площадки в городе по Павлико-Морозово. Но там в основном дети и молодежь собираются на эту программу. Этот проект реализуется уже с начала апреля, поэтому уже контингент постоянный есть. Это Казамазово-10, та площадка, на которой мы сейчас находимся, и площадка клуба «Сокол» по Куйбышево-3. Там в основном люди пенсионного возраста, которые собираются и с нашим педагогом, с инструктором работают и повышают свою физическую активность. С расписанием занятий можно ознакомиться на самих спортивных площадках, записаться на программы дополнительного образования или узнать подробную информацию о летних мероприятиях ЦВР можно по номеру телефона 98 103. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова